Абаз Галямов, политолог и публицист, к нам присоединяется. Здравствуйте. 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 Итак, с такой новостью хотели бы начать нашу беседу. Путин сегодня собирал силовиков, собирал губернаторов. Заявил, что наступлением в Курской области Украина стремится улучшить свои переговорные позиции. Но он сказал, что ни о каких переговорах с Киевом, цитирую, не может быть речи. Военной целью, по мнению Путина, является попытка остановить наступление российских войск на востоке Украины. А политической целью наступления он назвал попытку дестабилизировать ситуацию внутри РФ. Как вы оцениваете вот эти его последние заявления? Если внимательно вчитаться в его слова о переговорах, видно, что в них есть, так сказать, патетика, пафос, эмоции. Но в них нет заявления, что он отказывается от переговоров, строго говоря. То есть он риторически, так сказать, заламывая руки, риторически восклицает, с кем вести переговоры, с людьми, которые бьют по гражданским объектам. Но он не говорит, что все, мы отказываемся от переговоров. То есть нет конкретики. Есть эмоции, но отказа от переговоров нет. Я воспринимаю это как доказательство того, что он, несмотря на все эмоции, понимает, что переговоры нужны ему самому. То есть вообще, что, строго говоря, выявила вот эта операция пуская? Вот помимо абстрактной, так сказать, моральной победы в СУ, да, тут есть совершенно предметная такая конкретика. В СУ продемонстрировали всему миру, что тезис, с которым в последний год очень активно выступают все Путин-ферштейры во всем мире, о том, что, дескать, ну, о чем вы говорите, как, так сказать, можно рассчитывать на победить Путина. Все, он мобилизовал страну, мобилизовал армию, как недавно Трамп сказал, это военная машина, которая сломала, так сказать, Гитлера и Наполеона, да. Ну, в общем, надо садиться и договариваться, надо идти на уступки, глупость, рассчитывать, что, дескать, вот Россию можно победить в военном смысле слова. В СУ продемонстрировали, что у России вообще нет резервов, что все, что есть, собрали на направлении главного удара, на донецком направлении, наступают там, выпучив глаза, выкладывая людей, так сказать, штабелями своих людей, вот. А вся граница голая, понимаете, это не граница с Финляндией, или там Польшей, или Китаем, да, это граница с государством, с которым Россия воюет. И там нет вообще никаких, практически никаких резервов. И это значит, что тезис о том, что Путин собрал, значит, сумел собрать Россию, так сказать, в кулак и теперь готов воевать до бесконечности, но он абсолютно ничем не подкрепляется. Если бы у него реально хватало сил, ну так граница была бы прикрыта, понимаете. Не было бы вот этой зияющей пустоты, так сказать. Значит, и возвращаясь к его сегодняшнему выступлению, там, помимо вот этой ипотетики по поводу того, что, значит, с кем вести переговоры, ну, содержательно было два тезиса. Оба были призваны подтвердить то, что вот изначальные планы Украины провалились. Значит, враг предпринял эту операцию в расчете на то, чтобы помешать нашему наступлению в Донбассе. И он просчитался наоборот. Мы сейчас ускоренно наступаем. Он даже цифру привел для убедительности в полтора раза на всей линии соприкосновения, как он сформулировал, значит, темпы нашего продвижения возросли. Это очень странный тезис про всю линию соприкосновения в полтора раза. А в чем вообще считают скорость продвижения? Во взятых пройденных километрах, во взятых населенных пунктах, в количестве убитых врагов, в собственных потерях. Вообще вот, ну, откуда вот эта цифра, по-моему, это принципиально некватифицируемая вещь. Ее нельзя оформить в количественных категориях. А он вот для убедительности придумал этот тезис о полутора раза. Я специально не поленился, полез на сайт Института изучения войны. Они наиболее объективно фиксируют ситуацию. Когда Россия наступает, они так и пишут, Россия наступает. Вот, но и там черным по белому написано, что вот прямо с начала этой курской операции, она длится уже неделю. Значит, принципиального изменения скорости продвижения или, значит, других параметров происходящего на Донбассе не произошло. То есть там примерно то же самое, что было до курской операции. То есть тезис Путина, увеличение продвижения там в полтора раза, но он на лжи. Значит, второй тезис — это, дескать, враг хотел спасеть там, значит, разлаты сомнения там у нас, да, значит, в стране. Но мы ответили, значит, тесным сплочением. И вот количество людей, которые, значит, в Министерство обороны там приходят, заключают контракты, да, оно увеличилось. Ну, строго говоря, тоже совершенно непроверяемая информация. Единственным источником данных тут может служить само Российское Министерство обороны, но доверять данным Министерства обороны не может даже Путин. Потому что если бы Министерство, Российское Министерство обороны говорило правду, то сегодняшнего совещания бы не понадобилось. Оно уже несколько... Герасимов сам своим ртом, так сказать, несколько дней назад уже заявил о том, что, значит, вторглость тысяча человек, тысяча бойцов ВСУ. И вот на момент, когда он докладывал, было уничтожено 945. Ну, то есть, строго говоря, а что тогда вообще обсуждать-то? Ну, идите, так сказать, собирайте трупы, собирайте трофеи. Значит, поэтому доверять вот в этой ситуации данным о том, что россияне вдруг массово ломанулись на, значит, сборные пункты, но это, понимаете, это можно было бы доверять этому в 2000-е годы. Тогда Путину действительно верили на слово. Но сейчас на слово-то ему же никто не верит, понимаете. Он себя ведет так, как будто не было последних 25 лет лжи постоянной. Ну, слушайте, когда человек, который обещал взять Киев за три дня, значит, после этого воюет два с половиной года, при этом периодически приговаривая, значит, о том, что все идет по плану, в тот самый момент, когда, значит, враг вторгается уже на территорию России, движется в направлении Москвы на секундочку, да, ну, кто ему будет верить на слово? То есть в таких ситуациях надо приводить данные, которые могут быть подтверждены некими объективными, независимыми источниками. Ну, просто по-другому надо работать с данными. А он вот ведется вот так, как будто не было последних 25 лет позора и лжи. Ну, в общем, ну, очень-очень, конечно, слабое выступление. Я, кстати, как бывший путинский спичрайтер, обращу ваше внимание на то, что ему текст этот написали не спичрайтеры. Вот если вы обратите внимание на картинку, он там листает блокнот, и, ну, во-первых, спичрайтеры распечатывают текст на отдельных листах, не приносят, не сшивают их, скрепляют обычной скрепкой. И, соответственно, это отдельные листы, а не блокнот. И, во-вторых, там просто видно, что написано от руки. Естественно, что спичрайтеры от руки не пишут, они набирают текст на компьютере. То есть я не знаю, почему он отказался от услуг спичрайтеров, но в любом случае это подчеркивает, ну, некий драматизм происходящего, а необычность происходящего, да, то есть у них даже там внутренние механизмы подготовки совещаний сломались почему-то. В общем, как-то так. Вы знаете, сегодня появилась конкретика от нашего генштаба, и вот цифра около тысячи квадратных километров в Курской области под контролем вооруженных сил Украины, да, и сразу вспоминается, что там Герасимов говорил, 55 бойцов всего осталось. Да, ну вот, 55 человек как-то умудрились тысячи квадратных километров в Курской области. Да, да. Это, да, герой, 55 спартанцев, да? Действительно, так и есть, и как вы заметили, от Киев за три дня до выйти на границы Российской Федерации у них теперь вот такие цели. И вот символично, что говорим мы о Курской операции 12 августа, ровно 24 года назад случилась трагедия, в Баренцевом море утонула подводная лодка Курск. Это был такой вызов для Путина первый, и в принципе первый кризис, да, при власти, потому что он не очень справился тогда, мы все помним это выражение, да, она утонула, до сих пор, да, это цитируется, и вот 24 года спустя снова Курск. Не могу не спросить, зациклится ли история? Может быть, это тогда был первый кризис с Курском, а сейчас будет последний? Ну, знаете, я точно, если бы, ну, то есть я не фанат Путина, вы это видите, и, конечно, если бы можно было уверенно сказать, что да, все, на этом вот вся история его заканчивается, я бы с удовольствием это сказал. Ну, боюсь, что все-таки при всем том, что ситуация действительно критическая, но все-таки ресурсы растрачены еще не все, они действительно истощаются, это ложь, что Путин может воевать бесконечно, конечно, бесконечно он воевать не может, если он будет воевать бесконечно, он закончит примерно так же, как закончил Николай II, который истощил ресурсы страны Первой мировой и закончил революцией, вот, но все-таки вот сказать, что вот завтра, так сказать, лавочка закрывается, я пока тоже не буду. То есть, конечно, ну, сейчас политическая ситуация в первую очередь определяется военными факторами, да, и я совершенно не знаю, как дальше будет развиваться ситуация, фон, говоря, есть у, значит, украинского командования там еще резервы, которые они там ведут туда, увеличивая там эту тысячу километров, фон, говоря, до двух тысяч, там, до трех тысяч, да, или этого не произойдет, вот. То есть, если кризис, если вот наступление будет развиваться, то это одна ситуация, гораздо более тяжелая для Путина. Если, значит, ну, украинцы отступят, то, значит, ну, ситуация начнет нормализовываться. Путин, конечно, все равно он останется, так сказать, в ослабленном состоянии, его позиции будут очень ослаблены. Но, знаете, ну, он пережил вступление из-под Херсона, вверх, стоит под Харькова, Пригожинский мятеж пережил. То есть, каждый из этих факторов, конечно, ну, это такое, вот, это из тех соломинок, которые, в конце концов, ломают хребет верблюду. Они копятся, и когда-нибудь, вы знаете, как, есть такое понятие, значит, у инженеров, износ материала, да, вот, износ материала происходит. Ресурсы истощаются, там, в том числе и символический его капитал, политический капитал, и так далее. Вот, поэтому это все, конечно же, не зря. Но сказать, что вот эта соломинка последняя, сейчас пока оснований нет. Но, опять же, украинцы же не прекратили соломинку накладывать, так сказать, да. Каждый день что-то вот новое происходит. Вот можно уверенно сейчас сказать, знаете, что? Это то, что вот Путину сейчас гораздо сложнее будет собрать силы на направлении главного удара, ну, так сказать, сфокусироваться, да, вот на донбасском направлении. Мне кажется, теперь сложилась ситуация, когда украинцам достаточно будет, условно говоря, там, в любом, значит, приграничном лесу, в любом месте, а граница, слава богу, длинная, 2000 километров, сфокусная ее часть, значит, в любом лесу вот там появится, условно говоря, 50 украинских десантников, да, их вот нарисуется так, чтобы их с той стороны увидели, да, и все, там будет паника, украинцы готовят новый прорыв, где-нибудь в Ростове, знаете, там, в Краснодаре, на Воронеже, там, Брянске, ну, много, Белгород, да, много регионов приграничных. И все, им надо будет снимать, значит, технику людей с направления главного удара и бросать туда. То есть это в боксе называется раздергать противника, да, то есть они теперь не будут знать, на что реагировать. То есть украинцы совершенно малыми силами, вот, ну, не знаю, там, 10, 100, 200 человек, да, их можно просто только границы время от времени возить, там, время от времени обозначать, да, и все, и враг будет метаться, тратя все свои силы, и будучи не в состоянии сконцентрироваться вот на главном направлении. Мне кажется, сейчас вот ситуация такая будет. Я просто, я не специалист в военной области, да, но я хорошо понимаю логику, в которой функционируют российские бюрократы, а армия, это же тоже бюрократы, причем в худшем смысле этого слова, так сказать, все эти генералы, как обычно карьеристы, вот, они все прикрывают себе, так сказать, себя от потенциальных неприятностей. И теперь главная неприятность – это прозевать прорыв. Вот раньше не взять какую-нибудь деревушку на Донбассе, вот это было худшее, что с тобой может случиться. А все, теперь новая реальность, теперь ты можешь прозевать такой прорыв, и вот по голове могут, мягко говоря, не погладить. Да, и поэтому ты на всякий случай будешь, прикрываясь вот этого, значит, от неприятностей, тебе доложили там снизу, что там 50 десантников где-то увидели, ну, непонятно, видели 50, а их может там уже 150, может 550, да, ты же не знаешь. Возможности по анализу информации у них, очевидно, несовершенны, иначе бы они не прозевали вот то, что произошло в Курске. Вот. И, значит, и ты на всякий случай перестраховываясь, перестраховываясь, ты будешь наверх докладывать, так, значит, у меня тут критическая ситуация, срочно пришлите там дивизию. Да? И каждый следующий будет бояться, вот это наверх будет идти, и каждый следующий будет бояться сказать, да ладно, не паникуй, отстань, так сказать. После вот этого уже, ну, сказать такое и не отправить помощь, это взять на себя ответственность за возможный прорыв, новый курс будет, понимаете? А с другой стороны, знаете, после трех таких докладов могут и не отправить помощь, когда так три раза подряд доложат, тоже. Ну, ну, вот у украинцев появился принципиально новый механизм, в помощи которых они могут раздергивать противника, да? То есть где-то там 50 человек, где-то 500 человек нарисуют, где-то там обстреляют, там, да, где-то там, ну, как еще обозначено присутствует, где-то там, ну, рейд в духе того, что делал РДК, сделает, вот. И все, и враг вот раздерган, так сказать, он по ночам уже не спит, а мечется вдоль границы, так сказать, да? То есть это истощение сил, мне кажется, такой классический, ну, то есть такая классическая партизанская война такая, знаете, с помощью которой далекие предки украинцев, скифы, когда-то выиграли огромную персидскую армию, да, армию персидского царя Дария, который в Торксе, северное Печерноморье, да то ли непобедимая армия. Вот, поэтому, кажется, вот теперь мы в новой реальности в этом смысле оказались. И другие темы хотели с вами обсудить, например, то, что некоторые эксперты уверены, что в России назревает раскол элит, и вот об этом активно заговорили после негативных высказываний Олега Дерипаски о войне в Украине. В конце прошлой недели, вот, в интервью японским СМИ он заявил, что это безумие, что его нужно остановить, и вот сразу же с критикой на него набросились приспешники диктатора, например, Дугин считает, что он бросил Путину вызов. Как вы считаете, зачем Дерипаска, скажем так, подал голос? Да, может, он просто хочет, чтобы санкции с него сняли, да? Или, вправду, это может стать началом раскола, особенно после событий в Курской области? Ну, Дерипаска, значит, не первый раз выступает с критикой, на моей памяти это третий раз, и каждый раз это происходит в момент резкого ослабления позиции российской стороны. То есть это такой индикатор, это флюгер, который демонстрирует, куда дует ветер. Когда у Путина все хорошо, Дерипаска молчит. Он либо лоялен, ну, либо просто молчит. Не критикует. Это сказать можно точно. Второе, что можно точно сказать, это то, что Дерипаска человек осторожный. Когда-то в 90-е годы, да, он был таким, дерзким. Но он, конечно, уже, так сказать, заматериал, забронзовел, обрюзг, отяжелел. И он сейчас очень консервативен. И просто так лезть на рожон он не будет, он осторожен. Он играет по правилам. И он транслирует, когда он что-то говорит такое, это значит, что он транслирует настроение большого числа представителей элит. Самых высших элит, не средней там руки, да, вот прям том. То есть он напитывается вот этим вот, так сказать, вот этой эмоцией, да, разговариваясь с ними. И он это говорит, понимая, что, строго говоря, его наказывать-то даже особо не за что, потому что, ну, что, все же так думают. Ну, да, вот вырвалось, так сказать, что у трезвого на уме, у пьяного на языке, да. Ну, ругайте за то, что я это публично сказал. Но ведь правда сказал. Вы что, против? И все, в принципе, согласятся, потому что все примерно то же самое думают. Но все-таки, конечно, утверждать, что Дерипаска запустил прямо процесс разлома элит, который там приведет к революции, без разлома элит ни одной революции не бывает. Вот, конечно, любой эволюции предшествует такой расколу в элитах. Дерипаска, конечно же, ну, он, знаете, он индикатор, но все-таки он не настолько серьезный фактор, чтобы можно было прямо вот это утверждение, знаете, прямо сейчас вот сказать, да, все, российские элиты расколоты. Они в целом расколоты, но выступить против Путина, ну, они еще боятся. Знаете, после убийства Пригожина они все-таки очень, знаете, ну, как бы вот это все на себя примеряют. Они понимают, что каковы бы ни были твои заслуги перед Родиной, но если Путин сочтет тебя врагом, то ты, ну, долго не проживешь. И, может быть, Путин не может Украину победить, да, но убить-то кого-то из своих приспешников, скорее всего, с этой задачей он справится, да, уже. Пригожин как себя аккуратно, так сказать, берег, как его охраняли там, да, и тем не менее ничего не смог Путину противопоставить. Вот, поэтому все-таки они, для того, чтобы они выступили против Путина, рано или поздно это обязательно случится, это очевидно, но для того, чтобы они выступили против Путина, ну, его ослабление должно быть более очевидным. Хотя, ну, давайте смотреть, потому что я же только что говорил, мы же не знаем, Украина остановится или нет, или сейчас новые резервы в бой введет и дальше пойдет. Вот, вот когда Путин им стул затрещит, вот тогда увидите, на него все набросятся, и вчерашние, все вчерашние, так сказать, соратники и сторонники, вот начнут, значит, его... Есть у нас проблемы некоторые со связью, думаю, в течение нескольких секунд мы восстановим, ну, действительно... Еще много есть тем, да, для обсуждения. И много тем для обсуждения, и эта тема... Да-да, вот, мы восстановили уже связь. Слышно? Да-да. Да, я слышу вас. Да, ну, в принципе, понятно, да, что стул, как только зашитается, все захотят, коршуны слетятся, как говорится, и хотелось бы, чтобы и простые россияне, не только элита, ну, как-то подняли голову. И, кстати, это вполне возможно сейчас. По крайней мере, некоторые уже готовы выходить на митинги из-за того, что заблокировали YouTube в России. Люди негодуют, они пишут, уже есть призывы протестовать. Невозможно открыть ни через сервис, ни через браузеры, ни через мобильные приложения. Уже даже появляются объявления с предложением обхода, платного обхода этих блокировок, потому что доступ к YouTube сохраняется через VPN, хотя власти уже хотят и VPN тоже запретить, работают над этим. Вот эти запреты очень популярного хостинга. Говорят, что даже некоторые депутаты высказались против на районных уровнях, но это в телеграм-каналах пишут, неофициальные заявления. Не рискуют ли власти этим запретом вызвать большую в волну негодования? Знаете, уже не только на районном уровне. Как минимум один депутат Госдумы, Парфенов, Денис Парфенов, он коммунист, и он такой смутьян, то есть он из таких, знаете, молодых и дерзких. Вот, он уже, да, призвал власти отказаться от этих планов, потому что, ну, это популярный сервис, которым, так сказать, народ реально пользуется. Вот, и партия «Новые люди», она такая, ну, она, конечно, системная, она, так сказать, прокремлевская, но она играет в либеральную. Вот, и они тоже уже сделали какое-то там коллективное заявление, заявление в полисовет или что-то там такое, да, значит, своего управляющего органа, значит, тоже с призывом отказаться от этих планов. То есть, на самом деле, а это думская партия «Новые люди». То есть, это выходит уже на уровень даже Государственной Думы, не только на уровень, на уровне районов, так сказать. Ну, надо понимать, что YouTube – это самая популярная площадка в России. Ее месячная аудитория, вот последний данный «Медиаскоп», если не ошибаюсь, 95, 96, вот что-то типа 95, 96 миллионов. Ну, то есть, вот смотрите, в России количество избирателей – это около 100 миллионов, то есть, вот, общее число взрослых людей. То есть, на самом деле, все пользуются YouTube. Среди, значит, родителей детей до 10 лет, это данные, если не ошибаюсь, в ЦИОМ, значит, более половины говорят, что пользуются YouTube, их дети пользуются YouTube каждый день. Не от случая, от случая, а каждый день. Вот. Тут главная проблема для властей как раз кроется, знаете, в том, что YouTube очень популярен, ну, как бы, бог бы с ним, там, вот эти оппозиционеры, да, там, значит, Венаймиды, Госдепа, так сказать, предатели Родины, да, с ними разговор короткий. А есть же масса лоялистов, их-то злить нельзя, ну, не может режим существовать без социальной базы, они и без того разочарованы в действиями режима. Вот. И среди них YouTube очень популярен, понимаете? Огромное большинство вот этих российских там мамочек, они, значит, приходят домой с работы, и у них там дети, знаете, как это обычно бывает, там виснут на руках, так сказать, мама-мама, да, и, а ей там надо и постирать, и погладить, и приготовить, и еще помыть что-нибудь там. Ну, хозяйство такое тяжелое, непростое, у нас народ небогато живет, понимаете, поэтому возможности там нанимать нянь, там, домохозяек, ну, подавляющее большинство россиян нету, и все надо своими руками сделать, да, и поэтому последние годы это стандартная практика. На YouTube мультики им включила, да, и пока они смотрят, им, ну, у тебя есть там пара часов, вот, похозяйничать, так сказать, спокойно. И вдруг вся эта, так сказать, лавочка прикрывается, понимаете? Люди в таких ситуациях, ну, искренне возмущаются, они считают, что, слушайте, ну, вы молодцы там, вы делаете что хотите в своей большой политике, но вы нам-то жизнь не ухудшаете, да, да, вот тот социальный, неписанный социальный контракт, который заключен российским населением с Путиным, предполагает, что власти, люди не лезут в политику, предоставляя властям делать там, что они считают нужным, но власти в ответ должны обеспечивать приемлемое качество жизни, во всяком случае его не ухудшать своими собственными действиями, а здесь прямо, понимаете, резкое ухудшение отношений, ну, вот их качество жизни, ну, то есть студенты там привыкли, значит, какие-то лекции слушать, значит, кто-то мультики смотрит, кто-то фильмы, вот, и тут власти, значит, решая свои какие-то там проблемы, вдруг, значит, ну, берут и ухудшают мой быт, с чего бы это? Это очень злит, понимаете? Такие вещи, стратегическая ошибка Кремля, конечно, то, что он занялся этим сейчас, момент катастрофических неудач на фронте, значит, такие вещи репрессивные надо делать с позиции силы, их ни в коем случае нельзя делать с позиции слабости. Вот когда ты их делаешь с позиции силы, ну, люди побоятся против тебя протестовать, против тебя выступать, а когда ты делаешь их с позиции слабости, они, в принципе, ну, ну, вот, видите, уже пошли листовки клеить, уже подают заявки на митинги, вот, то есть то, что еще совсем недавно казалось немыслимым, значит, ну, ты в такой ситуации, если ты выступаешь, предпринимаешь такие непопулярные шаги с позиции слабости, то ты соберешь во много раз больше негатива, чем если бы ты делал это с позиции силы, то есть те люди, которые в другой ситуации промолчали бы, сейчас не промолчат, они что-нибудь напишут, что-нибудь скажут, значит, что-нибудь выйдут. Вот, ну, Кремль, конечно, вот, понимаете, как сейчас выглядит? Ну, с Украиной справиться не могут, да, и поэтому спешно пытаются, там, значит, заткнуть все каналы поступления альтернативной реальной, правдивой информации о ситуации на фронте, да, с тем, чтобы люди не узнали правду. Вот как это воспринимается подавляющим большинством населения страны, в том числе и лоялистами, и аполитичными, и лоялистами, и это, конечно же, настраивает людей против власти. То есть вот власти, делая это, она, ну, своими руками прямо уничтожает вот свою собственную социальную базу, на которую она опирается. Там и без того, в общем-то, в последние годы это вот ужимание происходило. А, значит, теперь, ну, просто власти вот прям сами это предпринимают, ну, то есть ухудшают для себя ситуацию. Понимаете, значит, YouTube закрыть предлагали вообще-то ведь, ну, это же не первый день эта идея, да, ее начали предлагать в марте 22-го года. Вот когда закрыли сразу Facebook, Instagram, ну, как только выяснили, что Киев за три дня, так сказать, этот план провалился, да, что война, значит, становится затяжной, и там протесты массовые начались. И тогда вот перекрыли все каналы, какие только могли, там, Facebook, значит, Instagram, закрыли все независимые СМИ в одночасье, значит, там, Дождь, Медузу, Эх, Москвы и так далее. Значит, тут же приняли в один день, буквально в трех чтениях, за один день, значит, закон о клевете на российскую армию, с помощью которого теперь, значит, сажают недовольных критиков. И вот тогда же хотели перекрыть YouTube. Но Кремль посмотрел на ситуацию и сказал, нет, ну, реально мы много проблем соберем. И после этого время от времени тему закрытия YouTube выбрасывали вот эти всякие патриоты, да, там, то Кадыров, то Пригожин очень активно, пока жив был, так сказать, бегал с этой идеей. Вот. И Кремль, тем не менее, стоял, так сказать, ну, не допускал этого. И тот факт, что сейчас они на это пошли, говорит о том, что они просто, ну, расписались, понимаете, они расписываются в своем поражении. То есть до этого они еще могли противостоять каким-то образом с помощью своих информационных ресурсов, с помощью своей пропаганды, да, тому давлению, которому подвергается их аудитория, значит, со стороны противников, критиков. Они могли противостоять, а теперь все, только перекрыть, да. Вот это как шахматист, который опрокидывает доску, понимаете, посреди их партии. Но тот, кто выигрывает, не будет опрокидывать доску, понимаете. Если кто-то опрокидывает доску, это значит, что этот человек понял, что он проиграл. Мы будем наблюдать за реакцией общества, да, потому что ходят слухи не только Ютуб, а следом и Ватсап, и Телеграм. Ну, в общем, будем еще об этом говорить, возвращаться в наших эфирах. А вас благодарим за время, которое нам уделили политолог и публицист Абас Галямов был на связи с Фридомом. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе Ютуб, прямой эфир телеканала Фридом круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.